Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня ваша просто самая любимая рубрика на моем канале «Угадай или сосай». И в гостях у нас сегодня Карина Аракелян. По традиции... Нездоровая себе. Нездоровая себе. По традиции... Так мы и работаем. По традиции вы должны написать в комментариях, как вы думаете, что сделала сегодня Карина? Угадает или второе? А вот теперь представляйся. Меня зовут Карина Аракелян. Всем привет, ребята! Я рада видеть вас на канале, Лиза. А я рада видеть Карину на моем канале, потому что вы очень-очень-очень-очень-очень много раз просили ее сюда. Прежде чем мы начнем, я немного напомню вам правила и расскажу их Карине на всякий случай, если она тоже не до конца в них уверена. Сейчас перед Кариной я буду выкладывать по три разных косметических средства в разодранном состоянии. И Карина должна будет определить свое из этих трех. Если она отгадывает свое средство, она забирает взамен два моих. Ну и свое, соответственно, тоже. Если ты не отгадываешь, то в этой коробочке тебя ждет наказание. И ты это наказание должна будешь выполнить. Какое бы оно ни было. А наказание там, поверьте мне. Ну, что бы не верить, вы и так все видели. Хорошо, договорились. Ну что, ты готова? Да, я надеюсь, что у меня все получится. Отлично. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Карины. Ссылка на него будет в описании. И включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Поехали. Итак, у нас здесь три крема. Да, здесь три крема. Как ты видишь, один из них твой. Это вот этот вот. И два других мои. И ты должна будешь определить. И да, кстати, один из этих кремов это крем для укладки волос. Так что ты просто никак не должна напутать. Иначе... Хорошо. Я не знаю, иначе кто ты вообще будешь... Хорошо, сейчас попробуем. Ну что ж, первая баночка. Я же могу нюхать, правильно? Отлично. Так. Вот этот крем точно не мой. И я думаю, что, скорее всего, он относится вот к этому. Дальше крема. Вот этот крем... Сложно, знаешь, очень сложно. Я же могу их трогать? Конечно. Ага. Смотреть эти крема тоже могу? Да. Ага. Так, я, скорее всего, поменяю свое мнение. Это будет вот так. Это вот так. А свой крем я по запаху точно... Да, точно угадаю. Этот крем... Вот он. Вот это твой крем? Да. Однозначно. Сто процентов. Ну ладно, ладно. Она не повелась. Она действительно отгадала свой крем. Что ж, Карина. Ну, с первым, так сказать, тебя призом. Потому что в этот раз ты победила. И, соответственно, забираешь мои вещи себе. Ага. А, спасибо большое. Да. Это мое теперь, да? Да, это теперь все твое. Все, договорились. Отлично. Я, если честно, думала, она не отгадает. И я бы очень орала, если бы она реально подумала, что ее крем это крем для укладки волос. Крема, они между собой как-то все равно похожи. Именно по консистенции те, которые ты положила. Так что было сложно. Вот, но я угадала. Поехали дальше. Погнали. А вот теперь, Карина, будет сложнее. Потому что сейчас будут тени. И знаешь, почему будет сложнее? Почему? Потому что ты принесла тени такие же, как есть у меня. Блин. Капец, ты серьезно? Да, выкладываю. Офигеть. Сейчас. Не смотри вниз. Ребята, это жопа. Это просто жопа. Когда я увидела вот это, вот это вот, я просто, просто не знаю вообще, что мне делать. Я очень сильно угорала. Карине придется выбирать и находить именно ее тени. Ладно, я шучу. Ей достаточно будет выбрать не другие. Потому что, если она выберет одну из этих или из этих, мы никак не определим, где щипы. Поэтому она просто заберет свою палетку. Ну или я заберу обе. Окей, хорошо. Сейчас перемешала. Отвернись. Итак, Карина, ты можешь начинать. Ага. Все цвета очень сильно между собой. Они, Лиз, они одинаковые, понимаешь? Чтобы вы, ребята, понимали. Я могу же палетки открывать? Вот так выглядят цвета. Это цвет твоя палетка? Да. И вот еще, посмотрите. Вот эти цвета и вот эти. Такое ощущение, что они просто одинаковые. Они как будто вообще никак не различаются. Окей, хорошо. Посмотрим вот эти тени. Я же могу их наносить? Так. Это сложно. Это очень сложно. Вот этот оттенок. Другим пальцем возьму. Так. Ну а тут... Слушай, мне кажется, просто ты видела какие-то одинаковые цвета. Я практически разницы никакой даже не вижу. Так. Вот этот чуть потемнее. Они одинаковые, ребята. Они реально одинаковые? Окей, хорошо. Давайте тогда из моей палетки оттенок будет... Это уже просто рандом. Наверное... Ну, который потемнее, наверное. Вот этот, которого меньше всего. Пусть так будет. Ага. То есть ты думаешь, что вот этот твой? Да, я думаю так. Но, Лиса, ты, конечно, меня решила сегодня окончательно запутать, потому что понимаешь, что оттенки, они практически одинаковые. Даже не практически, они одинаковые как будто. Так что я с легкостью могу запутаться в этом. Я не угадала. Блин! Если честно, она верно сказала, что они одинаковые, поэтому первый раз за всю историю этой рубрики я сделала себе подсказку, и я вот здесь немножко порвала форму, чтобы сама не запутаться, потому что оттенки реально одинаковые. Офигеть! Но, к сожалению... Ну ты, конечно, придумала, дорогая. Ты, к сожалению, не угадала, поэтому палетки твои я забираю себе. А ты еще и наказание получаешь, поэтому тяни. Ага, тут бумажечек очень много. Возьму вот эту. Так. Продать блогеру. А, что? Продать блогеру через комменты? Это что? Да. Значит, твое наказание. Ты должна будешь сейчас писать объявление о продаже своей бэушной палетки теней всем своим знакомым блогерам в комментарии. Это же жопа просто какая-то. Поэтому, Карина, начинай. А сколько должно быть блогеров? Окей. Ну, ладно, не буду тебя так сильно мучать. Пусть будет три блогера. Хорошо. И я не могу входить в их число. Хорошо. Буду смотреть в своих подписках. Первый блогер, которого я выбираю, это Маша Элвис. Отлично. Маша Элвис. Ага. Я ей напишу под последней фоткой? Под последней фоткой. Маше продаю мои тени. Пожалуйста, купи. И отправляю? Да. И ты не можешь это удалять. То есть подписчики, они потом должны будут доходить эти комментарии у этих блогеров. Следующий блогер, которого я выбираю, Вика Решунова. Та девочка, которая меня познакомила с моим парнем. Отлично. Она точно достойна купить твои тени поюзанные. Так, что я ей напишу? Под последней фоткой прям, да? Да, под последней. Дорогая, я продаю тени. Купи, пожалуйста. А то деньги нужны капец. И плачущие смайлики. Мне кажется, это капец как важно. Готово. Но без вашего смайлика не так все грустно. Это капец. Окей, написала второму блогеру. И остался блогер номер три. Кто это будет? Тельняшка. Отлично. Ей-то же можно это написать? Ну вот. Дорогая моя. Я продаю тени. Палетку. Капец. Деньги нужны. Купи, пожалуйста. Всего за две пицы. Нет, за две тысячи. Кому как. Знаешь, кому фартанет. Да. У тебя скидка. Боже мой, это такой вред. Отправила. Отлично. Под конец видео мы посмотрим, кто и как среагировал на это. Возможно, подписчики захотят выкупить эти тени у блогера и заплатят за них гораздо больше. Ну, посмотрим. А мы тем временем приступаем к следующему заданию. Поехали. Итак, номер три. Теперь ты должна будешь выбрать свой тональный крем. Ты уже знаешь, что можно попасть на наказание, поэтому будешь подходить к этому более ответственно. Это жопа, Лиса. Это жопа. У меня очень много тональных кремов дома, поэтому я взяла рандомный. И именно поэтому мне будет очень сложно сейчас угадать. Смотрите-ка, она взяла тональничка Диор. Ана Кануна с Диваши Мэйбеллин. Так что лучше бы тебе угадать свой тональничка. Я надеюсь, что я смогу. Итак, вот твои три формы. Договорились. Первая баночка. Поняла. Дальше. Тональники. Афру. Да. Чтобы ты понимал. И каждый по-разному. Все. Я поняла, какой мой. Мой вот этот. Сто процентов. Потому что... Потому что тональник, мне кажется, от Диора, он пахнет как-то сладко. Почувствует. Как будто какой-то кексик. Я не знаю. А вот эти, во-первых, вот этот темненький немножечко. Именно поэтому я его не выбрала. А вот этот, он пахнет вот это вот Fit Me, я уверена. Я пользовалась тональником от Fit Me. И ты совершенно права. И ты угадываешь все тональники. Причем даже очень четко их распределила. Так что... Да, да, да. Забирай. Забирай. Ой, спасибо большое. Теперь у меня дома тональников будет в 10 раз больше. Спасибо, моя дорогая. Я рада, что ты рада. Ну что ж, время пудры. Твоя пудра это худо-бьюти. Видите, Карина вообще прям пафосной косметикой пользуется, хочу сказать. Сколько эта пудра стоит 5 тысяч? Знаешь, что, мне Игорь Синяк ее посоветовал. Так что именно поэтому я пользуюсь пафосной косметикой. У меня такая же пудра и тоже посоветую Синяк. Отлично. Синяк, он просто дает божественные советы. П. Продажи. В общем, надеюсь, что ты сможешь свою пудру каким-то образом из этого всего отгадать. Ну что ж, начну я, пожалуй, вот с этого оттенка. Для того, чтобы окончательно угадать, мне нужно открыть все пудры, чтобы понять хотя бы, как они выглядят. Потому что из каждой пудры ты взяла понемногу, а моя рассыпчатая. И это будет гораздо сложнее понять, какая из них моя. Итак, вот эта пудра, но она темная. Я думаю, что это точно не моя. Я ей нанесу. А по цвету ты идеально подошла. А по цвету реально подошла. Так что я даже не знаю, не знаю. Не, это точно не моя. Я думаю, эту пудру можно отнести вот к этому цвету. Следующая пудра. Ну, она пахнет прям вот худой бьюти. Ты знаешь, что ты нюхажешь. Она светлая, а я пользуюсь постоянно светлыми оттенками. Прям максимально светлыми. Прям белыми-прибелыми. Поэтому и тональники у меня очень светлые, и все что угодно. Даже если изначально кажется, что оттенок мне не подходит, потому что он сильно светлый, я все равно покупаю самые светлые. Я не знаю, зачем я это делаю. Мне просто нравится, когда мое лицо более светлое. А не натурального цвета. Как смерть. Знаешь, иногда хожу, такая вау. Ты как азиаты. Да, да, да. Да, да, да. Ну и последняя пудра. Я вижу тут кусочки. Они достаточно крупные, а в моей пудре, которая рассыпчатая, нет таких крупных кусочков. Поэтому мне кажется, что эта пудра, она 100% подходит к Fit Me, потому что я ей тоже пользовалась, и она более такая, знаешь, твердая. Это сюда, ну и это, получается, моя. Удобьюсь. Смотрите, как она разбирается. И да, это... Опять угадала? Все верно. Ах. Ну и ладно, мне не придется сейчас выполнять какое-то наказание, но... Я опять забираю себе. Лиза, мне кажется, уже пожалела, что она позвала меня к себе на это шоу прекрасное. Я уже пожалела, что я блогеров сюда приглашаю. Пора начинать сезон с подписчиками, потому что блогеры слишком хорошо как-то шарят. Да, да, да. Я все угадала? Все угадала. Офигеть. Ну что ж, сейчас будут хайлайтеры, сияшечки. Ну тут ты точно уже угадаешь, но я надеюсь, что нет. Что ж, здесь у тебя три хайлайтера, сияшечки. Угу. Попробуй угадай, где твое. Ага. Как вы думаете, она угадает или нет? Я думаю, что хайлайтерами я пользуюсь очень часто, и я угадаю. Сейчас мы это и проверим. Все они очень красивые. Давай, помогу открыть. Давай. Я нанесу все три хайлайтера себе на руку. Первый. Второй. Все они практически одинаковые. Ну, Лиса. И третий. Опять же повторюсь, так как я использую достаточно светлые всякие хайлайтеры, тени, все что угодно. Я не люблю темный какой-то яркий там макияж. Поэтому я думаю, что вот этот светленький, он как раз-таки подходит к палетке, которую я тебе притащила, вот к этой от Urban Decay. Поэтому светленькая, наверное, или нет, или может быть вот эта. Потому что темный я не использую, поэтому я не знаю, ты, мне кажется, а может, нет. У меня такого точно в палетке нет. Поэтому, да, тогда вот этот. Давай будет пусть вот этот второй, потому что он такой нейтральный и темного у меня, по-моему, в палетке даже нет. Так что сейчас его знаем. Я думаю, что я опять угадала, и я не буду не выполнять никакие наказания. Ага, значит, ты выбираешь вот этот, правильно? Да. А ты палетку не хотела просто открыть для начала? Я не угадала? Блин, ты взяла специальный из самого темного. Когда я достала хайлайтеры, я реально поняла, что я сделала очень большую глупость, потому что я подумала, что может быть я сейчас возьму самый темный, но точно не угадает, потому что у меня они тоже темные. Но ты просто выбрала самый светлый из себя, что здесь представлено, и даже не посмотрела, что мы-то выбирали между темными, и нет. Ты не угадала. По собственной тупости, потому что, потому что вас пафосничала себя. Боже мой, ну ладно, опять придется выполнить наказание? Да, у меня теперь хайлайтера от Urban Decay. Ну ладно, забирай. Тоже мне специально, наверное, хотела меня запутать. А ты как думала? Что ж, тащи. И вытягиваю. Так, так, так. И у меня задание. Оплатить чужую покупку. Приходишь в магазин косметический, стоишь в очереди, перед тобой рандомный человек, и ты оплачиваешь ему покупку. То есть просто отпихиваешь этого человека, неважно, кто это будет, молодая девушка, парень или бабуля, и говоришь, я плачу сегодня за вас. А если откажется? Значит, ждешь, пока не откажется. Капец ты придумала, конечно. Ну ладно, вот так, без проблем. Ну что ж, мои дорогие, сейчас я буду оплачивать покупку, наконец-то я выполню задание. И я надеюсь, что у меня все получится, и найдется тот человек, который не скажет, ну, типа, ты больная, типа, у тебя все нормально. Так что сейчас пойдем и попробуем. Капец? Давай. Давай. Да. Пойдем. Привет. А можно сегодня облачить покупку? Давай. Можно? Что у тебя? А, ну, у тебя только маски, Карин. Маски? Ну ладно. Ну все. Хорошо, все. Тогда стоим. У тебя же вроде. Все, пользуйся, с удовольствием. Не за что. До встречи с тобой и я тоже. Пока-пока. Хорошего тебе дня. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я надеюсь, что Карина сделала очень благое дело. Ой, Боже. Когда оплатила человеку покупку. Если вдруг этот человек смотрит это видео, то напиши нам, потому что будет очень-очень-очень смешно. Что ж, напишите в комменты, какого еще блогера вы бы хотели видеть в этой рубрике. Карина, большое тебе спасибо. У меня для тебя есть подарок. Да не за что. Поэтому сиди и жди. Сижу, жду. Как обычно, за участие в этом видео я всегда дарю моим гостям подарки. Поэтому это небольшой набор косметики специально для тебя. Спасибо большое за участие. Ой, спасибо большое, солнышко. Спасибо тебе огромное. Я могу посмотреть, что там? Да, конечно. Так, смотрите. Тут лежит золотая сыворотка. База под макияж. Да. Идеально. Это у нас масочка. Масочка. Очень красивая. Я, кстати, такую видела и хотела взять. Мне советовала одна подруга. Ага, это у нас от Бьюти Бомб тоже хайлайтер. Так как ты мой забрала, решила так отдать мне другой, да? Логично. Еще от Бьюти Бомб это у нас фиксирующий спрей. С блеском. Ага. Это у нас... Крем для рук. Крем для рук. Такой даже скраб крем, короче, очень крутой. Красивый, да. И помадка от Lime Crime. И даже как блеск для губ. Очень красивая. Спасибо большое, Лиза. Пожалуйста, спасибо за участие. Спасибо огромное. Обязательно ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал Карины. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Пока, ребята. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!